начинаем смотреть виды аккомпанементов меня зовут кевер валентина я преподаватель фортепиано и сейчас я решила по многочисленным заявкам выложить именно различные виды как аккомпанировать и как импровизировать и сейчас я думаю я буду делать серию видео в которых буду рассказывать о красивых каких-то сочетаниях цепочка для того чтобы вы могли сесть и вот просто знаете вот для души поиграть вот да я понимаю чтобы выучить то же самое коллизии лунус над нужно разбирать все по нотам но иногда хочется знаете просто отдаться вот этому какому-то вдохновению и проект по импровизировать для души поэтому этот урок будет про то какими видами и способами можно разыграть одни и те же аккорды значит как будет вообще идти вот это вот этот урок у меня есть заготовочка заготовочка для себя значит виды аккомпанементов я буду проигрывать первую строчку первый вид первый вид как упражнение и я возьму какой-то очень красивенькую миленькую цепочку из четырех аккордов и сразу же буду на ней показывать этот вид у нас будут аккорды самом начале аккорды потом арпеджио и немножечко комбинированных вот аккорд с арпеджио вот этот вот файл для того чтобы у вас он был сейчас посмотрим 62 62 так то получилось это три странички три странички значит я оставлю ссылочку на мой телеграм-канал и вы сможете перейти на по телеграм-канал и и скачать уже этот файл значит что еще хочу сказать о том что это упражнение и сразу в действии как это применять если вам этого будет мало я думаю что если вы пройдете все эти упражнения вам будет мало этого то можете записываться ко мне на уроке и мы уже на уроках со своими учениками проходим разные виды импровизации аккомпанемента уже добавляем свою импровизированную мелодию ну и все остальное первым делом я покажу вам аккорды которые мы возьмем как пример и так первый аккорд а m7 если вы не знаете название аккордов просто смотрите на мои пальчики вот так он звучит дальше второй аккорд ре мажор д эф фа мажор и ля мажор значит я вам сыграла обычное обращение аккордов дальше при импровизации вот посмотрите к примеру первый аккорд а m7 я запоминаю ноты которые входят в этот аккорд ля до ми соль и впоследствии я их могу комбинировать в правой руке как захочу могу сыграть так могу эту нотку соль перекинуть сюда могу сыграть с пропуском ноты до сыграть так растяжка то есть наша задача играть эти аккорды ноты в аккорд в правой руке в любых последовательностях то есть и но если для вас это сложно то конечно играйте обычный аккорд вот как он есть значит так первый вид аккорда мы видим у себя на экране это правая рука пульсация на 4 раз два три 4 а в левой только бас что такое бас если вы забыли напоминаю вот у нас аккорд а m7 и нижняя нота ля это будет бас он всегда будет дублироваться левой рукой поэтому да это такой наш закон значит к чему мы переходим играем упражнения упражнения сначала а потом смотрим как это упражнение применяется к нашим аккордом так готова теперь применяем это на нашу красивую цепочку вот у меня получилось так то есть вы видели да я играла потом вот так вот то есть я могла играть ре фа ля 0 я опустила вниз и у меня получился вот такой вот маленький перевертыш хорошо давайте дальше посмотрим следующий пример следующий пример с пульсации в левой руке значит мы его нажимаем левую руку на первую и на третью играем упражнение если хотите вы можете и дальше продвигаться это упражнение делать сколько вам угодно просто я показываю схем теперь пробуем на нашем аккорде звучит по-другому и еще в том плане что вы понимаете да одно дело если я сыграю ре мажор вот так вот ре мажор так или ре мажор вот так и тут даже в рамках одного упражнения вы можете поиграться и послушать как этот аккорд звучит для вас красивее как она будет ложиться под ваше настроение поэтому пробуем идем дальше к третьему упражнению третье упражнение теперь мы нажимаем левую руку с последним аккордом то есть раз два три четыре хорошо как это будет звучать наши а попробую я сыграть вначале повыше так на четвертую ноту нажимаем не забываем так вот такой вариант значит если вы хотите посмотреть более подробно ставьте на паузу и отрабатывайте дальше мы нажимаем после 4 то есть раз два три четыре то так почему-то у меня тут странная какие-то буквы там должны быть цифры так что-то у меня съехал ну ладно хорошо представим что у нас идет так раз два три четыре вот этот как бы пиночек таром-пам-пам-пам-пам таром-пам он больше конечно же подходит для таких каких-то активных активных движений у нас цепочек такая более расслабленная но все равно давайте попробуем ну тоже неплохо кстати смотрите в левой руке вы можете нажимать как одну ноту одну но если вы хотите знаете немножечко добавить лоска добавить объема можно нажимать октаву ну октавы интересно смотрите тут наверное видео не влезет но вы можете играть октаву как здесь так и ниже и вообще еще ниже если вас позволяет фортепиано и если вы хотите создать такую атмосферу то есть тут вы тоже можете садиться и подбирать в разных октавах смотреть что у нас тут интересненько потому что аккорд здесь и здесь звучит вообще по-разному и привилегия фортепиано в том что мы можем разные какие-то звучания экспериментировать и играть на фортепиано так смотрим дальше так а почему это у меня такое странное вот все должно быть ведь нет не видно феночка опустим вот так вот хочу чтобы вам все было видно чтобы вы все максимально все было понятно и чтобы вы взяли от этого пользу так теперь мы играем раз-два левая 3 и правая 4 пока мы идем по аккордам не переживайте и чуть позже будут арпеджио красиво и будет все более мелодичным пока вот такая вот пульсация мы должны усвоить хорошо в начале пульсацию и только после пульсации мы переходим в арпеджио значит мне хочется все-таки играть октавой я буду играть октаву в левой руке если ваша растяжка не позволяет до можете нажимать одну нотку пробуем и вот такой способ ну и смотрим на нашем примере как он будет звучать теперь давайте я возьму для разнообразия не не вот так вот а вот так вот начну или или нет а вот так вот мне красивая нравится этот аккорд значит что я еще сделал такое интересное в левой руке я нажимала сначала я потом я нажала рэ а потом я нажала фа и до да как-то вот так вот то есть у меня не было октавы а у меня была квинта еще маленькое такое усложнение если вам скучно играть октаву вы можете добавить квинту квинта это такой интервал который содержит в себе 5 нот 1 2 3 4 5 то есть если у нас первая нота ля мы можем добавить не квинту 1 2 3 4 5 и играть вот так вот вот тоже интересное звучание попробую давать из квинтой в левой руке то же как разнообразие подойдет идем идем дальше мне кажется у меня какое-то слово странное паразит идем дальше куда мы идем не знаю ну ладно так вот очень сложная очень сложный вариант очень сложный вариант сейчас вам покажу но я думаю что мы все-таки волосилим немножко потренируемся и пойдем значит мы нажимаем между второй и третий и после четвертой проиграем упражнение раз два хорошо смотрим как он будет интегрироваться в нашу музыку теперь давайте возьму окталой ну можно в принципе потренироваться поиграть конечно же этот способ не особо идет к этой цепочке а этот способ подойдет знаете какой-нибудь песне типа группа крови на рукаве что-нибудь знаете вот такое вот как под гитарное или что-то такое интересное хорошо снова я сказал слово хорошо ну ладно ничего страшного буду работать над этим дальше идут прекрасные арпеджио прекрасные арпеджио что означает арпеджио это разыгрывание аккорда по очереди то есть мы берем какой-то аккорд вот у нас есть аккорд и мы можем его играть мы можем брать любое количество нот вверх в движении вверх вот смотрите тут в упражнении у нас четыре ноты вверх то есть до соль до ми вот это вот схема есть мы должны остановить на каком-то конкретно какой-то конкретной цифры вот здесь четыре раз два три три четыре и мы должны сохранять вот эти вот четыре цифры постоянно если мы возьмем наш аккорд первый аккорд и будем смотреть вот так вот горизонтально раз два три четыре пять 5 потом ре мажор раз два три 4 где пятую взять ноту вот где либо мы должны базу взять раз два три четыре пять либо мы берем 1 2 3 4 5 видите да вот как-то там потом фа раз два три 4 5 и ля мажора 1 2 3 4 5 Но 5 цифр мне как-то не очень нравится, мне нравится больше, ну это лично мне, то есть я ни на чем не настаиваю, мне нравятся больше какие-то, допустим, цифра 4, 1, 2, 3, 4, или 6, 1, 2, 3, 4, 5. Вот, что-то такое, но вот смотрите, 6 будет сложно интегрировать, потому что следующий аккорд, ре, нам придется что-то крутить, а вот давайте сделаем себе такую задачку, как мы покрутим? Значит, от ноты ре играем 1, 2, 3, 4, 5, и какую-нибудь нотку мы можем продублировать, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Вот такой способ, интересно очень, давайте еще раз попробуем. А тут попробую. Вот так вот. С, два, три. Симпатично получилось, ну правда ли? Дальше. Вот, у нас уже осталось немного способов, но они все равно очень интересные, поэтому идем дальше. Комбинированный способ. Первый аккорд арпеджио, второй аккорд просто аккорд. Итак, упражнение делаем. Попробуем посмотреть, как он будет звучать. Ну, давайте, вот 6. Цифра 6. Мы попробовали 6, я здесь тоже буду играть 6. Вот хочется мне сыграть квинту в левой руке. Тут вы тоже можете играть одну ноту, или квинту, или октаву. Вот как вам будет удобно. И еще. Еще давайте попробуем. Вот, чередование. Я смотрю, у нас еще раз, два, три. Три примера. Три варианта. Значит, с чередованием. Так, видно, да? Все хорошо. С чередованием. Мы берем две любые ноты из аккорда в правой руке. Допустим, я возьму ноту, вот, допустим, до и со. Две нотки вытянули из этого аккорда. Левая рука играет октаву. И я играю попеременно правой рукой. Раз. А, подождите, мы не сыграли с вами упражнения. Давайте с упражнения. Возвращаемся к нашему аккорду. Я решила до и соль, да? Вот в этом аккорде я убрала эти аккорды и добавила бас. Раз. Два. Можно повторить. Сколько получается? Раз, два, три, четыре. Можно повторить как бы на х2. Хочется расцянуть это удовольствие, да? Раз. Два. Три. Четыре. А знаете, что еще? У меня пришла такая идея. Можно вообще левую руку, к примеру, относить вниз. Раз, два, три. Так, раз, два. Либо, знаете, как можно переделать правую руку, относить вверх. Раз, два, три, четыре, восемь. Вот, видите, как из одного примера я просто переставляя какие-то интересные моменты, я переделываю. Ну, собственно, это и есть импровизация, поэтому смотрите и пробуйте что-то сделать, и, ну, конечно, чтобы это было в рамках ритма и в рамках аккорда, то есть не забывайте о пульсации. Если вы выбираете, если вы выбираете на четыре, например, раз, два, три, четыре, пять, шесть, тогда следующее тоже будет раз, два, три, четыре, пять, шесть. Берете три, раз, два, три, раз, два, три, на три, раз, два, три, тогда все должно быть, так сказать, равномерно. И последнее, последний пример, значит, так, играем в левой руке бас, а правая, вот эти вот две ноты, которые мы брали на прошлом, в прошлом примере, мы их играем в октаву. Значит, до, ми, до, ми. А второй аккорд – пульсации. Давайте сначала. Вот, интересный такой способ, попробуем внедрить его в наши аккорды. Ну, давайте я здесь выберу ноту, что у нас тут красиво будет звучать. Вот, кстати, из этого аккорда я беру две этих нотки и послушаем, как оно будет звучать. Значит, что у нас идет дальше по плану? Это очень простые, начально-базовые виды импровизации, виды аккордов и аккомпанемента. Почему я говорю аккомпанемент и импровизацию, так сказать, чешу под одну гребенку? Потому что мне кажется, что импровизация и аккомпанемент, они очень тесно взаимодействуют. И если мы изучаем базу, то потом уже, когда мы изучили базу, дальше у нас идет отклонение как специализация. То есть, знаете, как ты учишься в медицинском, сколько там лет? Три года ты изучаешь все-все-все-все, а потом, я не знаю, с какого там курса, начинается специализация. Так вот, в импровизации и в аккомпанементе ты уже как бы переходишь в свою специализацию после того, когда выучишь виды аккордов, виды фактур, виды сопровождения. Дальше, если вы хотите импровизировать, то потом начинается смешивание и добавление, допустим, мелодии. Ну, допустим, что-то очень такое, сходу я сейчас попыталась что-то симпровизировать. Ну, либо, к примеру, допустим. Вот так. Вот этот. Ну, это уже, конечно, более-таки усложненные варианты, которые мы проходим с моими учениками на индивидуальных уроках. Если хотите попробовать себя в роли импровизатора, либо вы хотите играть какие-нибудь песни на фортепиано и аккомпанировать, записывайтесь ко мне на индивидуальные занятия и следите. Дальше у меня будут выходить разные видео с красивыми аккордовыми цепочками. То есть, вот я взяла 4 аккорда, буду показывать другие красивые аккорды, которые можно именно применять вот по вот таким схемам. Ну, прощаюсь с вами до следующего видео. Всего хорошего!